Так, видно экран? Да, экран видно, звук слышно. Отлично, сейчас, секундочку. Так, ну всем привет, меня зовут Игорь Ершов, я концепт-художник в компании Майтона. Если меня интересно где-то найти, посмотреть на мои более доработанные картинки, на мои концепты, какие-то размышления, можно обратиться в ВК, либо ArtStation. Окей, давайте приступим. Что же такое концепт-арт? Это визуализация идеи, прежде всего. Это текст в каком-либо брифе, таске, сценарии. Концепт – это база проекта. Не всегда концепт сохраняет свой переназванный вид. Он может отличаться на выходе, так как он кочует между отделами и, скорее всего, изменится. Сперва у нас идет идея, дальше художники-концептеры делают красоту, и потом вы получаете результат. Концепт-художник стоит у истоков создания любого проекта. Он помогает придумать дизайн персонажей окружения, визуальный образ, с которым будут работать другие. Как здесь мы видим, у нас имеется идея, которая воплощена в виде текста. Дальше идет концепт-художник, и от него идет отвервление в виде работы с 2D-художниками, с 3D-художниками. Это зависит довольно от того, в какой сфере работает концепт-художник. Итак, представьте, что у вас есть идея сделать снеговика красивого, в шляпе. Если дать задачу, допустим, 3D-художнику без концепта, он начнет сразу лепить из головы, то может получиться не совсем так, как вы ожидаете. И в лучшем случае мы получим просто красивого снеговика, каким он считает сам 3D-художник. Но может получиться что-то непонятное в виде трех шаров с палками и морковкой не там. Поэтому так и важен концепт. Концепт – это поиск, поиск дизайна, более интересных решений, правильного контраста и прочего, который приводит к правильному результату. Когда найден правильный образ, тогда уже можно приступать к финализации. И именно тогда ваш работодатель, начальник или вы сами, если вы создаете для себя какую-то картинку, скажете, да, точно, это то, что я искал. Далее его дорабатывают, шлифуют, получается конфетка. В нашем случае это красавец-снеговик в шляпе и морковкой именно там, где надо. Этапы создания концепта различаются от того, в какой сфере все это применяется. Концепт используется в кино. Это костюмы, окружение, те же самые герои, если используется 3D в фильмах. Гейм-дев, если делаются игры, делаются персонажи для игр, локации, далее анимация. Анимация также применима в гейм-деве. Это различные мультфильмы, ролики и прочее. И производство – это скорее предметы, которые нас окружают. Для них тоже создается определенный дизайн, определенное оформление, которое придумывает какой-либо концепт художник. Особенно это явно можно заметить на автомобилестроении. Здесь не всегда концепт, заложенный художником или моделлерами, превращается в конечном итоге в то, что хотелось бы. Это из-за того, что это очень сложный технический процесс, очень дорого, и не всегда получается сделать фары такими, как нужно. Поэтому результат иногда печальный. Я работаю в гейм-деве, поэтому могу рассказать о нем. Наш концепт пойдет к 3D-художникам и 2D-художникам. Дальше уже будет зависеть от задачи. 2D-художники могут доделывать после концепт художника промо-арт. Концепт художник создает набросок, создает расстановку, вот здесь представлены промо-арт, создает картинку, как правильно расставить героев, чтобы они считались красивее, лучше цвета, контрастировали и прочее. И 2D-художники уже дорабатывают это. Далее концептеры создают пропсы, которые 2D-художники дальше после них реализуют. Пропсы – это предметы, которым пользуется персонаж в играх. Возможно, какие-то окружающие вещи, типа стул или там вилка или меч и прочее. Полноценные иллюстрации. Концепт художник может придумать, допустим, персонажа, который дальше будет 2D-художниками использоваться в самих иллюстрациях. И 2D-художники дальше могут парсить, то есть разделять на части какую-либо картинку, которая потом будет переходить аниматорам, и аниматоры будут уже превращать ее в движение. 3D-художники. 3D-художники делают кучу страшных дел со страшными словами. Это ретопология, UV-развертка, риггинг. Потом они передают текстуровщикам, аниматорам. В общем, перед тем, как попасть в игру, персонаж или локация пройдет очень долгий путь. Но опять же все идет после того, когда концепт-художник придумает какой-то образ. Если говорить о концепте персонажей, то художнику необходимо сделать его интересным. Конечно, многое зависит от задачи, в какое время живет герой, его род занятий, возраст и, собственно, важность самого персонажа. Вряд ли второстепенный персонаж будет интереснее, насыщеннее, ярче, чем главный герой. Дизайн важно делать интересным и при этом не перебарщивать с ним. То есть всегда помнить про загруженность места отдыха и места концентрации. Допустим, здесь у нас есть часть довольно детализированная, загруженная, на которой мы хотим смотреться, посмотреть, что там к чему. Дальше у нас идет зона спокойная, потому что здесь больше свободных мест. Дальше опять детализация, опять спокойная зона. Если у нас будет все загружено, мы просто устанем от такого дизайна и концепт будет не совсем правильный, потому что он будет неинтересным. Он будет слишком интересным, так скажем, он будет прямо вот перебор. Здесь также указана, допустим, броня с какими-то детальками, потом шерсть абсолютно пустая, потом опять какая-то детализация. Дизайн должен быть максимально понятным, чтобы в дальнейшем моделлеры или художники, рисующие по вашим концептам, могли легко привести работу в конечный вид. Допустим, мы делаем персонажа с карманами странной формы, как вот, допустим, здесь у этого человека. Если вы нарисовали не пойми что или не обозначили, как закрывается этот карман, а концептеры зачастую показывают целый процесс, как вот здесь даже суперспособности героя, если вы не указали, как работает этот карман, то, вероятно, 3D-модель сделает на свое усмотрение, или 2D-художник, который будет дорисовывать, он сделает на свое усмотрение, как закрывается этот карман, либо вообще переделает, и ваша задумка пройдет мимо. Поэтому дизайн должен быть, концепт, не только клевым, красивым, а и понятным. Это важное различие между просто картинкой красивой и концептом. Концепт окружения должен либо рассказывать историю, передавать атмосферу окружающего героя, и окружение – это неотъемлемая часть, и чем лучше он будет продуман, тем будет круче. Чтобы не вышло так, что в доме живет какой-то гном, у него маленькие ручки, а тарелка и вилка огромные, он ест, он не может поесть из них и не оставлять его голодным. Поэтому все в концепте, при задумке должно совпадать с тем, кто здесь живет. Вы должны погрузиться сюда, побродить и понять, что, собственно, к чему. Если дверь будет совсем маленькая, ваш герой слишком большой, то он просто здесь не сможет жить, он не сможет пользоваться этими дверцами и скататься на этой машине. Также есть такое понятие, как стори-теллинг. Это когда картинка может быть статичная, но используется в концепте, чтобы рассказать какую-то произошедшую или историю, которая может произойти. Допустим, вот здесь мы видим, что главный герой зашел в заброшенную церковь. Он хочет явно взять какой-то артефакт, но что-то здесь стоит, магическая, напряженная ситуация. Здесь создается история о том, зачем он сюда примерно пришел и что он хочет сделать. Итак, перейдем к самому процессу создания концепта арта. Разберем процесс создания окружения, сделанный мною на курсе. Сперва у нас, как я уже говорил, идет задумка. В ней описывается история, какие-то ключевые элементы. Здесь я указал, собственно, в тексте, чем я хочу наполнить свою работу, атмосферу, кто здесь примерно жил, какие здесь детали могут быть, существа, которые могут там обитать. На данном этапе нужно прямо вообразить, походить по этой пещере, посмотреть в каждую дырку, понюхать и понять, что же вы хотите изобразить. Создается быстрый набросок. Это очень удобно, чтобы было от чего отталкиваться. Далее у нас идет мудборд. Мудборд и рефы. Мудборд – это сборник картинок, которыми вы будете впечатляться для своей работы, для своего проекта. Картинки – это как раз-таки есть референсы, те самые, которыми вы выполняете мудборд. Вроде разобрались, но тут нужно быть очень осторожным. Можно словить передоз вдохновения, захлебнуться слюной, поэтому нужно держать себя в руках. Иногда, когда листаете различные сайты с картинками, вдохновляясь, можно захотеть схватить отсюда, оттуда всего по чуть-чуть, и вы потеряете изначальную задумку, вы уйдете от нее. Лучше это все держать в узде, сохранять в отдельные мудборды, которые в дальнейшем вы сможете применить, когда закончите этот проект. Никуда ничего не денется, можно расслабиться. Это не последняя ваша работа, я надеюсь. Их будет море. Нужно просто держать себя в руках. Искать можно на Пинтересте. Пинтерест – замечательный сайт. Вы просите одну картинку, он вам выдает 30. Вы просите еще из этих 30, он выдает вам еще больше. То есть там можно утонуть, но там найти классных идей очень легко и просто. Вконтакте тоже море различных групп с туториалами, с различными паками, наборами для концепта. Рефов, окружения, природы, персонажей, оружия, пропсов полно. Но Google очень крут в плане того, что найти какую-то фотографию без авторского права, которое можно использовать, ну и также ею вдохновляться. И фрипик – это что-то вроде шаттерстока, только попроще. Здесь можно вдохновляться или искать для своей работы различные элементы окружения или эффекты. То есть там туман, дым, наполнение вашей локацией. Я придерживаюсь трех вариантов, трех правил в поиске рефов. Это поиск рефов именно для вдохновения. То есть именно чтобы создать для вас какой-то визуальный образ, создать идею. И дальше рефы, которые будут наполнять вашу картинку. То есть вы создали какую-то уже задумку, нужно ее сделать более детальной, например, чтобы, может быть, добавить сторителлинга. И вот именно эти рефы с маленькими частичками помогут вам в этом. Ну и третья часть – это фотобашные референсы. Но это я забегаю вперед, мы к ним еще вернемся. Хорошо. Когда мы создали там мудборд, вдохновились, хотим уже рисовать, но садимся, и у нас получается что-то не то. Не то, что в голове. Для этого есть такая классная штука, как thumbnail. То есть если переводить, это картинка размером с ноготок. Это прям суперполезная вещь. Вы делаете в разных ракурсах, с разным наполнением сцены по вашей задумке. Тут и начинается поиск. Иногда может быть, что вы смешаете одну картинку с другой, и у вас получится совершенно новая локация. Или вы нечаянно кляксу какую-то поставили. А это именно то, что вы хотели. То есть это красиво. Важно рисовать, не вдаваясь подробностей, только крупные элементы, свет, направляющие, чтобы уловить именно общий характер картинки. Направляющие в концепте тоже важны. Так как концепт должен быть понятным и должен доносить какую-то мысль, направляющие должны указывать на эту идею, на эту мысль, куда смотреть человеку. Направляющие могут быть не только светом, то есть где светлее, туда и смотреть. Но и в самой работе вы можете создавать какие-то вещи, строения архитектурные, которые будут указывать на ту точку, где происходит самое интересное. Здесь, к примеру, есть лестница, углубление, и явно там что-то самое интересное. Поэтому мы можем сделать мостки, которые указывают на эту лестницу, и ваш взгляд все равно будет туда идти. Здесь, например, окружение указывает на главного героя. Здесь река как будто бы закручивается и продолжается вот сюда, к этим каким-то окошкам. Здесь скалы указывают на домик. Далее идет заливка цветом, покрас, детализация, все такое. Но сейчас я расскажу конкретно про инструменты, которые я использую при работе, которые могут очень ускорить процесс создания какой-либо картинки. Итак, это у нас штамп. Лассо плюс градиент. Смартштул. Режим наложения. Но это я на мастер-классе покажу. 3D Kit Bash и Photo Bash. Так я не делаю, я обычно просто рисую. Итак, штамп. Штамп отлично дублирует уже имеющиеся на картинке объекты, перекрывая ненужное. То есть, проще говоря, если у вас есть дверь, и вы ее не хотите, просто затрите, она вам не нужна. Это сильно ускорит работу при создании персонажей и особенно при создании окружения. Можно создавать абсолютно новые пространства, просто работая штампом, увеличить количество леса, затереть лишнее, создать море облаков. То есть, видоизменить картинку так, что даже тот, кто ее сделал, фотографию никогда не узнает, что это его. Лассо и градиент. Лассо я очень часто использую. Это один из моих любимых инструментов после кисти. Его используют для фигурного выделения объектов и дальнейшей трансформации, то есть изменения размеров, угла наклона и прочего. Это ускоряет процесс, но есть как бы такой другой инструмент, как перо, но он более сложный, на мой взгляд, и более для точечной работы. Лассо, оно прям супер быстро все делает. И, во-вторых, есть такое понятие, как лососить. И это весело, быстро, можно брать и делать сразу все одни в движении. К тому же, очень удобно использовать лассо и добавлять градиенты, плавные переходы цвета, как вот здесь. Это, к примеру, помогает над работой с персонажами. Я когда создаю какого-либо героя, я начинаю покрас именно с этого этапа. Создаю новые какие-то цвета, новые какие-то решения, которые могут натолкнуть меня на более интересные идеи. Smudge Tool. И если иначе называть его, то это палец. Этот инструмент размазывает цвет. При том, вы можете использовать разные кисти, формы для смаджа, чтобы получать более клевые эффекты. Это сильно ускоряет процесс покраса, смягчает края, добавляет какие-то новые формы. Например, вот здесь то, что я выдвигал из шарика, можно менять, допустим, у автомата его запчасти, из-за чего он будет казаться совершенно футуристичным, интересным, вместо того, чтобы заново это все рисовать. 3D KitBush и, собственно, сами 3D-программы. Вообще, я очень плотно использую 3D при создании локаций. Это намного быстрее, чем рисовать перспективу от руки. Плюс расставлять свет. 3D помогает в этом просто супер. Он делает правильную перспективу, он делает тот свет, который надо. К тому же, можно быстренько выбрать нужный ракурс, если вы еще не выбрали на табнеле, и не тратить время в процессе рисования, переделывая, поворачивая. И, короче, можно вообще запороть тем самым работу. Поэтому лучше, когда у вас есть уже готовый какой-то вариант, и вы идете плавно по этому пути. Достаточно базовых знаний 3D, чтобы создавать болванки под обрисовку. Такие программы, как Blender и ZBrush – оптимальный вариант. В ZBrush, в ZBrush я создаю что-то органическое. Там можно очень быстро, как из пластилина, скуптить. И далее кидаю в Blender. Там выставляю свет, цвет и добавляю что-то архитектурное, может быть, даже из кибаша. И отправляю на рендер, то есть превращаю 3D-вариант в 2D-картинку. Для еще большего ускорения, хотя, казалось бы, куда еще, есть китбаши. Это наборы готовых 3D-моделей для создания городов, локаций, окружения, иногда даже одежды и предмета. Китбаши состоят из разных строений, отличающихся высотой, дизайном или предметов, тоже отличающихся дизайном и формами. Есть куча сайтов, которые предлагают целые наборы подобных китбашей. Из них можно создавать абсолютно новые вселенные, города, и потом выбирать нужные ракурсы, создавать супер-классную картинку. Из наиболее любимых это, наверное, Quixel Bridge, где можно брать ассеты, то есть те предметы, которыми можно наполнить вашу локацию или, может быть, даже добавить что-то для вашего героя. Если там зарегаться, то для вас откроется целый дивный мир готовых предметов для наполнения вашей картинки в высоком качестве и даже с текстурами. Но заниматься плотной детализацией и настройкой текстур, чтобы создать полноценную 3D-модель, отнимет очень много времени. Все-таки мы не 3D-моделеры, а концепт-художники. Мы быстрые, молниеносные, резкие. Нам нужно, чтобы все было скоренько. Поэтому есть такая штука, как фотобаш. Фотобаш использует... Это использование частей фотографии в своих работах для ускорения процесса и придания большей реалистичности. Фотобаш используется в мотепейтинге, в концепте персонажа, концепте окружения, особенно плотно. Ну и вообще, в принципе, в рисовании. Я очень часто использую при создании персонажа какие-то элементы фотографии. Например, я делаю фэнтези воина. И чтобы не рисовать какую-то сложную броню, я беру фотобаш, вклеиваю, дорабатываю, переделываю чуть-чуть. И это супер ускоряет процесс. Главное не переборщить, так как фотография очень четкая и реалистичная, и сильно может отличаться на фоне нарисованных объектов. Ну и важно использовать фотографии со свободным использованием, то есть с открытым авторским правом, которые потом вас, если заметят, вас не наказали. Потом, когда вы уже расставили все эти домики, добавили там цвет, откорректировали, у вас получается классная готовая работа. Фотобаш очень ускоряет процесс рисования различных текстур, бликов, засветов. Но есть и сложности. Нельзя просто так взять и отфотобашить. Нужно облазать кучу сайтов, чтобы найти в нужном ракурсе, в нужном, желательно, освещении. Ну и вообще, в принципе, чтобы он логично вписывался в картинку. Расположить по перспективе. Надо помнить, что это не 3D, его нельзя домик повернуть, поэтому нужно искать заранее какую-то подходящую картинку. Вписать по тону, цвету, свету, удалить лишний засвет. И, короче, там очень много всего. Но на самом деле все легко и просто, поэтому давайте лучше приступим к процессу. И здесь, я думаю, станет понятнее. Я покажу, как использовать те инструменты, о которых я говорил. Итак, я решил сделать домик, зимний домик, снег. Возможно, это будет либо утро, либо какие-то сумерки. Набрал, собственно, мундборд тех домиков, которые меня вдохновили, которые я хотел бы использовать. Может быть, какие-то интересные задумки из них можно позаимствовать. Не просто копипастить, а посмотреть. Интересно будет, круто смотреться, иначе можно попробовать у себя также применить. Когда я, собственно, придумал у себя в голове картинку, я создаю тот самый табнейл. Максимально просто. Как вы видите, здесь крупные мазки, которые не несут особо никакой детализации. И когда примерно нарисовали лучше больше табнейлов, нарисовали какую-то часть, вы можете уже, и определились с ракурсом, вы можете уже выбрать, собственно, тот самый. Я выбрал этот, потому что над ним я поработал больше всего. Здесь интересное какое-то решение. Здесь какие-то палки, доски, несколько входов. Думаю, из этого может что-то клевое получиться. Итак, так как это 3D, так как это архитектура, я использую 3D, чтобы ускорить процесс, не рисовать все эти архитектурные штуки и перейти, собственно, быстрее к рисованию. Я здесь уже сделал в блендере домик, который, собственно, дальше буду обрисовывать. Сейчас я покажу, как примерно я его делал. Как видите, он довольно сейчас кривой, здесь где-то что-то торчит, но это нам не особо важно, потому что мы все это будем все равно обрисовывать. Это не 3D-модель. И даже вот то, что здесь ничего нет, нас не интересует, потому что мы выбрали ракурс и мы все равно не увидим, что позади. Хоть там дыра пускай будет. Отлично. Давайте создадим, собственно, сам каркас домика, который дальше будем дорабатывать. и сможем здесь применить как раз-таки из Quixel Bridge ассета. Хорошо. Сейчас мы создадим каркас именно самого домика. Я, может быть, буду местами помалкивать, потому что говорить и моделить не так просто. Если сейчас у кого-то возникли какие-то вопросы, можете спросить. Я думаю, что смогу ответить. Хорошо. Тогда я сейчас чат просмотрю. Пока что вопросов нет, но многие говорят, что Пинтерест им тоже нравится. Кто-то пользовался им. Да-да-да, это обалденная штука. Причем, судя по всему, там не совсем правильно как-то поисковик работает в том плане, что я, например, не совсем иногда могу сформулировать запрос, но через минут 15 он как будто бы сам выводит меня на нужную картинку, когда ты скачешь между картинками, интересующими тебя, и потом приходишь уже к тому самому. А тут спрашивают, можешь ли ты включить показ горячих клавиш? Боюсь, что нет, потому что я не очень помню, как это делать. Но на самом деле я сейчас вкратце покажу, поэтому здесь не так важно. Можно сказать тогда так, если вы сейчас погуглите наверное горячие клавиши, то вы найдете по блендеру именно список горячих клавиш, и потом, когда мы зальем видео на YouTube, наверное, вы сможете это как-то с вами посмотреть. Следующий вопрос у нас. Сколько времени ты тратишь на один концепт? Можно на примере реальных тасков? Ну, вообще, допустим, на концепт персонажа дается дня три, к примеру. В принципе, если взять одного какого-то персонажа, не особо сложного, я думаю, если хорошенько сесть и заморочиться, можно вполне успеть и за день, за полтора. Дальше там уже скорее идет работа с самими фигбэками, доработкой именно по мнению какого-то человека, собственно, как бы это лучше смотрелось. Поэтому в целом это не так долго. Если какая-то более сложная задача, то есть создание какой-то локации, допустим, для окружения, то, что я показывал, ну, допустим, даже вот это я рисовал чисто все в 2D, на это у меня ушла где-то неделя, потому что здесь довольно крупная локация, нужно было создать какую-то стерилизацию, и это был прям сложный поиск, это было трудно. Дальше у меня тут, наверное, еще дня 4 ушло на доработку, когда мне там давали какие-то фидбэки по цвету, свету, формам и так далее. А вот этот домик, который я сейчас с вами делаю, где-то сзади, наверное, сделала. Но мне тут никто фидбэк не давал, то есть я все сам. Не нравится, ну и ладно. Так, спрашивают. Здравствуйте, какие курсы по рисованию вы могли бы посоветовать? Ну вот, например, сейчас я прохожу курсы в VFX Lab, там как раз полноценный курс для концепт-художников, также есть куча собственно школ, которые занимаются, ну, наверное, самые там яркие, это XYZ, Смирнов School, вот, Смирнов School я сам учился, в принципе, там клевые ребята, мне нравятся, вот, и если вас интересует конкретно концепт художник, то наверное XYZ School и этот VFX Lab, вот, там большие очень курсы такие сложные, если не умеете рисовать, то лучше сначала пройти какие-то основы рисования, потому что там придется рисовать очень много и довольно сложно местами бывает, я сам иногда уже такой просто если персонажа рисуешь, то нужно его прям со всех сторон нарисовать, голову там всячески перевертеть, поэтому лучше знать еще и анатомию, и если это окружение, то какие-то физические понятия, то есть там как ложится свет, как идет тень и прочее. Надеюсь, ответил, если не запутал, еще сильнее. Так, сейчас мы создали болванку собственно самого домика, давайте его чуть-чуть увеличим. Сейчас я покажу примерно как добавлять какие-то ассеты из Quixel Bridge, чтобы смотрелось оно как-то вот так. В Blender есть несколько движков, это Eevee игровой, то есть здесь упрощенные тени, и есть Cycles, который делает более реалистичный, как видите, здесь он чуть дольше грузит, но зато здесь тени, свет, он намного интереснее и красивее. И собственно на стадии работы можно использовать Eevee, потому что он реально быстрый. Хотим мы допустим добавить стену, чтобы не рисовать это все в Photoshop. Мы добавляем эту стенку, это реально ускоряет процесс работы, то есть опять же возвращаясь к лекции, где-то сейчас секунду, вот здесь вот это моя работа, все это в принципе построено в 3D, и все эти льды, камни, какие-то части здания построены с помощью Quixel Bridge, то есть я заходил на Quixel Bridge, вводил здесь какие-то понятия Church, Encient и так далее, и он и находил по запросам похожее что-то я закидывал, изменял в Блендере цвет, цвет, и уже собственно потом закидывал в Photoshop и красил. И наверное благодаря вот этим ассетам мне получилось ускорить процесс ну прям раз в пять, потому что я рисовал ну прям совсем недолго, а моделил я конечно дольше, но я все-таки не 3D художник, поэтому мне это чуть сложнее. Ребята кстати с моего курса, которые являются именно 3D художниками, они справились довольно шустро. Но в 2D они остановились, я обогнал. Мы добавили дверь, можно я сейчас договорю? Добавили дверь и собственно нам нужно сейчас ее сделать красивой, потому что сейчас она у нас просто серая. Мы заходим, создаем материал для этой двери, добавляем какие-то текстуры, сейчас, секунду, цвет, здесь есть такая штука, как ноды, это как слои в фотошопе, допустим, которыми вы наполняете сам объект и вы добавляете какие-то эффекты, вот допустим, здесь я сейчас задаю цвет, он сам уже понимает, куда прилепить, потому что мы из Quixel Bridge скачали и там уже готова моделька, он знает, как это правильно должно располагаться. И собственно вот и здесь также есть такие вещи, нормальки, это создание каких-то даже объемностей, то есть вот видите, здесь появляются неровности, это будет все заметно скорее на свету, когда мы добавим освещение. У нас появилась стена, то есть когда мы уже это сделали, мы закинем фотошоп, нам не нужно будет рисовать стену, нам нужно ее будет только доработать, это прям супербыстро на самом деле. Здесь, ну чтобы долго в 3D не сидеть, здесь также я добавил свет, точнее снег, снег это просто шары, то есть я создал UV-сферу, ну просто шар, его сжал всяческими способами, повернул, дублировал как-то, и потом можно их сгладить, они уже друг с другом мягонько смотрятся, потом можно также добавить текстуру, здесь может быть это конечно страшно выглядит, на самом деле если вникнуть, это будет не так, не вызывать какие-то панические атаки. Какой вопрос был, можно повторить? Он уточняет, извините, а концепт это ведь не готовый продукт? Концепт, да, это есть как сказать, есть промо-концепт, это почти готовый продукт, который допустим для игр показывают, то есть там почти доработанная фото башем и 3D картинка, но это скорее реже, больше концепт это именно создание визуального образа, который дальше уже создает направление, да, то есть нам кто-то объяснил, как это должно выглядеть, какой-то менеджер креативный, мы это нарисовали, сделали цвет, придумали в разных вариантах, допустим, персонажа, сделали ему какие-то телодвижения, и 2D художники, или 3D художники, или допустим, даже если кино, какие-то там постановщики, они такие, ага, значит, вот это как должно выглядеть, и у них уже создается более четкий образ, и по сути, вы берете мысль из креативного менеджера или режиссера, делаете ее в виде картинки, и дальше отдаете на работу, то есть это только начало, это не конечный вариант, но вас никто не заставляет собственно не доделать это самому до конца, ну и конкретно если вы делаете для себя, то есть опять же какая-нибудь картинка здесь, ее можно доделать, прям вылизать так, чтобы она смотрелась просто как фотография, и это будет уже конечным продуктом, но просто это не нужно на это тратить время, есть люди, которые могут сделать намного быстрее и качественнее вас, если вы не супер прям во всем крутой. Так, да, я сделал снег, я наложил на него собственно текстуру вот здесь, поменял ей немножко цвета, здесь это все регулируется, вы можете делать вообще с моделькой что хотите на стадии разработки. дальше у нас идет, ну, добавили допустим крышу, то есть вот я показываю, можно без крыши, можно с крышей, то есть вы на стадии 3D можете создавать что угодно, программа за вас считает, как где ложатся все эти текстуры, вы направите свет, чтобы это все красиво, более интересно подчеркило эти текстуры, и потом уже отправите в Photoshop. свет здесь очень уважен, потому что это намного проще, чем рисовать это все в Photoshop, вы можете задать здесь, потому что здесь у вас сразу же появится не только свет, у вас появятся еще и тени, красивые и правильные тени, и игра со светом, то есть здесь мы видим, что свет у нас желтый, он падает, подчеркивает какие-то неровности на снегу, все это очень красиво играет. Солнце можно также здесь регулировать, вертеть местами, чтобы можно вообще его удалить, к примеру, наступит у нас ночь, можно создать просто какой-то супер засвет, допустим, лунный свет, то есть если все это делать в 2D, вы очень много времени на это потратите, играясь с этими режимами наложения или там с цветом и прочим. В 3D это все быстро повертел, выбрал ракурс, все. Окей, мы сделали 3D-модельку, выбрали свет, дальше нам нужно отрендерить, мы нажимаем кнопку рендера, то есть превращаем 3D-картинку в 2D-изображение для фотошопа. На все эти изъяны, которые здесь где-то что-то торчит, можем не обращать внимания, потому что мы будем обрисовывать, текстура поплыла, это тоже все равно. Рендер довольно долгий процесс, поэтому мы не будем ждать окончания, тем более если вы хотите получить реально красивую картинку, вам нужно настроить много всего деноизинг, то есть убрать шумы, выставить правильный свет, создать разрешение, возможно даже угол камеры вы можете регулировать, чуть ли не какой-то фишай создать, то есть здесь есть на самом деле куча настроек в этом плане, вот фишай, пожалуйста, это кстати фишай, картинки очень тяжело рисовать, поэтому если есть возможность сделать здесь, пожалуйста, делайте. Хорошо, когда мы отрендерили, нам нужна эта собственно картинка, мы ее отрендерили с прозрачным фоном, вот такой домик получился с освещением, который у меня ранее стоял, далее нам нужно ее закинуть в фотошоп, я собственно уже сделал это за вас, я ее закинул, и тут мы начинаем применять именно те инструменты, которые собственно мы, о которых я рассказывал, здесь есть собственно сматч-тул, сматч-тул мы можем смягчить какие-то тени, сделать все более гладкое, вот эти вот неровности, которые мы видим, тут мы можем применить сразу же штамп, о котором я говорил тоже до этого, берешь и мажешь, все, нету никаких неровностей, красота, здесь также уголок мешает, неважно, уберем, чтобы здесь какие-то огрехи, освещения появлялись, тоже это все можно решить, потом кистью где-то что-то подмазать, все-таки это у нас концепт, он не должен быть супер идеальным, но где-то можно взять текстурную какую-то кисть, чтобы не заморачиваться над прорисовкой какой-то обычной кисти, хотя я на самом деле рисую в основном все обычной круглой кистью, которая есть в фотошопе стандартная, не этой, вот этой, вот, с обычным нажатием, это как-то, не знаю, традиция, может быть, уже стала какую-то, хорошо, мы сделали все это дело, нам нужно убрать какие-то огрехи и приступать уже к оверпейнту, подобрать какой-то фон, подбираем фон, я захотел сделать, так как это какое-то либо утро, либо вечер, солнце то ли садится, то ли встает, розовое небо, голубые деревья и горы, чтобы они создавали какой-то контраст на фоне этого домика, выделяли его, картинка просто взята из интернета и просто в нужном ракурсе поставлено, точнее, не ракурсе, а в нужном положении относительно домика, так, что у нас дальше, обрисовка, ОРПН, у нас здесь есть куча различных участков, которые нам не нравятся, мы их просто обрезаем, вот мы собственно используем наш лассо, о котором я говорил, это очень удобно, у него есть несколько способов использования, его можно использовать собственно полигонально, то есть делать резкие линии, выделять какие-то окна и удалять их, либо что-то более фигурное, к примеру, здесь вот мне нужно сделать мягкий ложащийся снег, я бац выделил, удалил, все, прекрасно. Ну и дальше мы здесь уже используем стандартную кисточку и обрисовываем какие-то элементы, которые выглядят очень грубыми. Здесь также используем Smudge Tool, чтобы смягчить. Здесь у нас снег лежит как будто это пенопласт. Мы его смягчим, сделаем эффект, что он мягенький, красивенький, пушистый, снежок на крыше. Иногда в 3D создается неправильная тень, она правильная с точки зрения физики, но она смотрится непонятно и некрасиво. Здесь свет падает явно отсюда, тень падает от этого окошка, но она непонятная как будто грех 3D, поэтому мы можем просто ее закрасить. Это нормально, многие так делают, особенно если после 3D тень мешает донесению мысли, которые вы хотите показать. Ну и когда мы все это уже оверпейнтили, создали какой-то более мягкий вариант снега, каких-то там текстур, тени у нас красивенько лежат. Сейчас я просто покажу уже на процессе, который я делал. Мы все это от оверпейнтили, добавили какие-то мазки, сосульки. Чем больше мы наполним концепт какой-то реалистичностью в том плане, что здесь скатывается снег, потому что здесь покатая крыша, здесь он лежит, потому что солнце падает больше сюда, здесь снег тает, здесь крыша в тени, поэтому какие-то сосульки, это все, если это будет происходить дальше работа в 3D, 3D-модель зацепится и сделает картинку сочнее, интереснее. Потом, как мы все знаем, что на свету теплый свет, в тени холодные тени. Мы добавляем с помощью режим наложения, который я рассказываю. Режим наложения это, собственно, допустим, мы хотим просто берем цвет и выбираем вот здесь режим наложения, который могут регулировать, менять оттенок, менять освещение вашей картинки, которые по-разному работают с тем, что под этим цветом. Если нужно просто покрасить чб-картинку, мы можем собственно взять и наложить в режим наложения цвет, и у нас получится в каких-то местах домик оранжевый. И потом его там можно также регулировать, вот эти все ползунки, вот это вот все. Это все очень удобно. Поэтому без режимов наложения просто никуда. и если без него делать допустим тени более синими, то вероятнее всего у нас перекроется изначальная собственно детализация, это будет не совсем красиво и интересно. Поэтому режим наложения сохраняет детализацию, но меняет оттенок. Добавляем немножко света на домик. Падающий солнце здесь у нас где-то находится, свет падает сюда, добавляем свечение на снег, у нас получается очень красиво. Добавим еще чуть-чуть детализации, здесь ничего прям особенного, мазки очень довольно грубые, но тут еще важно заметить, где будет использоваться в дальнейшем работа, если это будет картинка для какой-то маленькой игры на мобильном телефоне, то вообще не важно насколько будет сильная детализация, эти кирпичики вообще никто не увидит, это вероятнее всего будет как-то вот так, и все, что вы скрупулезно рисовали, вы потратите просто на это время, поэтому на стадии по крайней мере концепта вы можете использовать текстуры и использовать более грубые мазки. Добавим немножко уюта в домик, дым, что там кто-то собственно сидит, падающий свет, снег, у нас создадим определенный какой-то ветер и пару деревьев, которые, чтобы они просто смотрелись клево. Деревья я добавлял, сейчас покажу как, я просто нашел картинку ПНГшную в интернете и просто ее поставил, трансформировал, как я говорил, здесь есть еще такая полезная штука, как варп, это менять плавные движения создавать у какой-то трансформации, это хорошо для каких-то органических объектов живых. Ну и тут мы дальше уже опять вступает процесс, то есть без рисования кистью, без рисования еще в принципе не обойтись, недостаточно будет одним фото башем или 3D сделать клевый концепт, всегда нужно что-то где-то подрисовать, что-то где-то подмазать, чтобы это круто смотрелось. Хорошо, мы сделали собственно эти деревца, добавили деревца, потом я хочу добавить снег на крышу, чтобы он здесь красиво блестел. Мы находим в интернете для фотобаши картинку с подходящим нам снегом, вырезаем ее именно в том месте, где нас интересует больше всего блик и кладем на домик, также его трансформируем. Отлично. Трансформировали так, трансформировали всяк. Где-то, если не хватает нам этого снега, мы можем также его собственно к штампам добавить, а где-то его слишком много, он залезает не туда. Хорошо, смотрится фигово, поэтому нам нужно чуть-чуть его откорректировать. Опять же, здесь есть настройки слоя, которые супер помогают, я когда об этом узнал, это прям обалдеть круто. вы можете либо сделать так, что снег будет оказываться только в темных местах, либо только в светлых местах. То есть я оставляю, точнее наоборот, здесь оставляю только в темных местах, здесь вот область, где темно, здесь я оставляю эти засветы, здесь наоборот. И дальше вы собственно регулируете ползунками, меняете что-то и у вас получаются интересные засветы снега на картинке. Дальше я хочу добавить летящий снег. Я выбираю заготовку в виде пыли. То есть иногда для фотобаша и для эффектов могут быть совершенно невероятные какие-то решения. Допустим, здесь я вот эти клыки или зубы использовал лепестки от шишки. Фотографию лепестков от шишки. Я их поставил, деформировал и получилась такая как будто бы кость. Вот это вот все, все костяные какие-то наросты или каменные, это все один, единственный участок черепа, фотография черепа человека надбровные дуги. Я их просто поделил, поставил и получилось очень круто. Добавляем здесь летящий снежок, опять же в режиме наложения, как видите, он ложится, выделяет только те места, которые собственно самые яркие, а все остальное он так приглушает и убираем то, что вот здесь по краям мы видим, мешается нам. У нас получается, где-то что-то мы опять же подмажем, может быть он слишком яркий, и вот у нас получается примерно как будто бы снег летит, такой прям порывы иногда бывают зимой снега, ветра, и он сдул макушку с нашего дома. Ну и для интереса наполним картинку детьми, катающимися на санках, вырезается это отлично собственно лассо, потому что если вырезать пером, он конечно более детально может это сделать, но честно говоря я прям не люблю перо, мне не нравится. Лассо, оно клевое, лососит весело. И выделяем собственно самого ребенка, не обязательно прям суперидеально, где-то можно что-то подкрасить, где-то что-то стереть, удаляем, это все не принципиально, все вырезали, вырезали ребенка, убрали, можно кстати не всегда лассо пользоваться, брать палочку, волшебная палочка, она выделяет, она примерно думает, что она выделяет правильно, поэтому всегда нужно следить, но в целом более-менее нормально, иногда нужно самому еще доработать что-то, сейчас я на скорую руку делаю довольно грубо, и добавляем и добавляем дитя катающегося на санках, чуть-чуть его по перспективе изменим, также мы помним, чтобы он должен сопоставляться с дверьми, вот здесь дверь у нас явно какая-то непонятно, слишком маленькая, здесь в принципе нормальная, значит нам эту дверь нужно будет увеличить, дальше мы этим тоже займемся, добавили ребенка, добавим ему немножко какого-нибудь может быть снега, который летит у него из-под саней каких-то таких пыльных кусочков, добавим немножко мягкости этому снегу, чтобы не смотрелся совсем странно, ну и ребенка также можно отрегулировать по насыщенности, по яркости, вот есть такая классная штука, как кривые, она может очень круто видоизменять картинку, вот, сейчас, секунду, добавил я уже до этого детей, чуть-чуть их дорисовал, если ребенок получается очень насыщенный, очень реалистичный, в фотошопе есть такая классная штука, как фильтр, я ее часто использую, где он, вот, фильтр галери, и она имитирует кисть, вы можете увеличить, смягчить, чтобы ваша картинка лучше вписывалась, и когда вы, собственно, это сделали, она что-то там вроде бы как попортила, но в общем у вас картинка, ребенок, например, теперь меньше выбивается из общей работы, добавили там какие-то, какой-то шарф, он катится, мы чувствуем динамику, этого ребенка мы поставили вниз, и, собственно, дальше остается только проверить по тону, по тону важно смотреть картинку, помимо того, что по тону проверять, еще важно ее зеркалить, вы, когда зеркалите, вы смотрите как будто бы глазами другого человека, иногда вы смотрите на работу отзеркальную, для вас кажется, что она вообще просто другая, что это не вы делали, поэтому, если вам что-то не нравится, если вы отзеркалили, вероятно, это не понравится и вашему наблюдателю, вашему зрителю, поэтому лучше отзеркалить, нажать Ctrl-H, по-моему, и, собственно, увидите все изъяны. Дальше проверили по тону, смотрим, здесь у нас домик в целом неплохо вписывается, но деревья темные, они уходят все-таки куда-то в глубину снежного леса, поэтому, вероятнее всего, они будут в таком, как мы знаем, то, что дальше вдали, оно меркнет, оно становится более бледным, потому что оно пропадает в атмосфере нашей, в воздухе, плотность воздуха становится сильнее, поэтому здесь, чтобы домик выделить, мы добавим немножко тумана, просто банально кистью с белым мы вот так вот намазали здесь, вот, домик у нас стал более контрастным, чтобы еще более контрастным его сделать, можно через режим наложения также добавить, тут можно поиграться, я никогда не использую какой-то один режим наложения их в море, всегда на глаз, и у нас получается, собственно, итоговая картинка, какая-то такая, потом мы можем отрегулировать ее в камеру роу, здесь есть различные настройки, вы можете создать, либо обесцветить ее, либо перенасытить ее цветом, вы можете сделать ее более туманной, можете добавить четкость и уменьшить четкость, но это все на стадии финальной уже, потому что если в процессе вы просто запутаетесь, сделать, если у вас очень черные какие-то тени, вы можете их сделать светлей, светлый, белый можете сделать наоборот, экспозицию увеличить и прочее, прочее. Также есть такая классная штука, как white angle и я забыл, как их пользоваться. Короче, еще секунду. Да, не подготовился в этом плане, не планировал ее показывать. А, пардон, lens correction, ну что такое. Короче, кастом. Переходим и здесь мы можем регулировать угол перспективы, то есть если у вас кажется, что заваливается где-то в каком-то участке картинка, вы можете ее выдвинуть, наклонить, опустить. Также вы можете аберрацию добавить, но это для картинки не очень. Это когда по краям цвета расходятся, как будто бы создавая стереоэффект. Вот как-то VHS картинки или что-то такое. Точнее, фотоаппаратов скорее такое есть. И у нас получается финалочка, такая домик, который здесь создается определенная атмосфера. Здесь Новый год, был или есть, зима, светит солнышко, дети катаются, всем весело, домик интересный, какой-то дизайн у него прикольный есть. Двери мы, в принципе, подогнали под ребят. И дальше 2D-художники могут взять это и вылизать, доработать, сделать из этого суперкрутую картинку, которая будет классная, чтобы добавить какие-то элементы, чтобы эти столбы круто выглядели, как настоящее дерево, где-то еще снег как будто бы таял местами. Либо вместо детей добавить главных героев, если это про какую-то игру рассказывается. 3D-художники уже понимают, что здесь можно добавить какую-то веревку, значит, здесь кто-то что-то как-то поднимается или во время лета рыбачит с помощью нее, сети какие-то закидывают. Здесь колесо, значит, где-то карета, можно добавить еще ее. Понимают, что печь, значит, здесь где-то внутри в доме, если делать интерьер, можно создать печь, есть направляющие. То есть 3D-моделлер уже, в принципе, все понятно. И понятно, если делать 3D-картинку финальную, то ему понятно, как работать с освещением. Пожалуй, наверное, вот это все конкретно насчет создания мастер-класса. Если есть у кого-то какие-то вопросы, я надеюсь, я не слишком затянулся, я с удовольствием отвечу. Да, у нас поступили вопросы, они все в чатике. Если хочешь, ты можешь открыть чат и посмотреть сам. Сейчас, секунду. Или я могу ее вычислить. После передачи концепта 2D-3D-художника подошли авторский надзор, чтобы проконтролировать результат. На самом деле, не всегда получается вообще отследить. Я иногда по работе создаю какой-то концепт, а потом вот он просто исчезает. А потом я вижу финал и такой о, ну, неплохо. То есть иногда прямо один в один получается. Но я вот этот процесс не вижу изменения создания его и банально вижу только итог и повлиять естественно на это не могу. Если мы работаем в каком-то проекте, в какой-то команде и я присутствую при создании уже модельки, например, или рисунка по моему концепту, я могу, конечно, внедряться и просить или выносить какие-то правки, фидбэки давать. Но если это передается в другой отдел, в котором я не участвую, то вероятнее все, я увижу просто итог. Еще вопрос. Есть ли у Майтона своя школа художников? Не планируется пока создавать ее? Не знаю об этом. У нас есть свои внутренние мастер-классы, но художников обучать, наверное, нет. Для этого есть более профессиональные школы, в которых участвуют именно преподаватели, непосредственно не те, которые просто рисуют, а которые еще так же работают на каких-то проектах, но они концентрируются конкретно именно на обучении. У нас все-таки мы создаем игры. Это немного не наш профиль. Так, что-то я, может, еще пропустил? Тут чатик можно промотать наверх. И тут М35 задавали вопрос. Так, сейчас на каких платформах можно найти работу 2D-художнику? Платформа 2D-художнику? Ну, Headhunter вообще идеальный вариант, собственно, как я сам устраивался, это находить именно ту компанию, которая вам нравится, которая работает в вашем стиле или в том стиле, в котором вы хотели бы развиваться, и попробовать создать для нее портфолио, направленное именно на их стиль. то есть они делают допустим мультяшное, вы тоже делаете мультяшное, присылаете им портфолио, они такие говорят, вау, классно, давай, короче, с нами попробуем тестовое сделать и так далее. То есть, вы настраиваетесь на какую-то компанию и идете прям к ней, ну, или похожие какие-то, не надо разбрасываться прям сильно. На Headhunter там их море, но оптимальнее на сайте типа render.ru найти список компаний и пошариться по их сайтам, посмотреть, интересно, не интересно. Иногда они на сайте у себя выкладывают даже вакансии, и если вас это заинтересует, вы можете написать HR-у на mail, и он вас позовет. Или нет. Как выбирать заявку на стажировку Майтона, работы нужны для портфолио. Это лучше обращаться к HR-ам, я, к сожалению, вообще в этом ничего не понимаю. Работы для портфолио, но посмотрите, наши игры, если вас это интересует, и у вас получается рисовать в подобном стиле, вы можете создать какой-то список из этого портфолио, то есть у нас есть Cooking Diary, у нас есть Crooked Pines, Seeker's Notes, и они в разных стилях, вы можете нарисовать, допустим, три каких-то папки и прислать их, возможно, где-то ваши навыки и найдут применение. научиться стать художником без навыков рисования, боюсь, что будет очень сложно, ну, прям реально сложно, сейчас на курсах у нас есть люди, которые работают в 3D, но в 2D рисование у них получается сложнее, поэтому я уверен, что они все равно дотянуты, у них круто все в итоге выйдет, но все равно это все практика, без практики у вас ничего не получится, например, домик такой я бы не сделал, наверное, год назад, если бы не рисовал целыми днями, вот, и рисовать все-таки нужно уметь, потому что я говорю, что здесь очень нужно много где подмазывать, где-то что-то подрисовывать, и есть такое еще понятие, как 3D концепт, но тогда вам нужны знания 3D хорошие, то есть везде нужны какие-то знания и навыки, без них вообще никуда. Вроде все, что вопрос какие задавали. А, вот, в каком формате передаешь свой концепт художникам, не могу остановиться на этом. В каком формате JPEG, да, у меня, то есть дается какой-то task, задача, там какой-то определенный текст, я изучаю его, делаю какие-то скетчи, скидываю, эти скетчи собственно фидбэчат или обсуждают, когда мы приходим к какому-то определенному варианту, я уже сдаю JPEG картинку, сохраняю ее, если это в цвете, то я ее не сохраняю, а через экспорт, чтобы не попортились цвета в фотошопе, и отправляю уже там на Google диск или еще куда-то, ну и PSD, чтобы в дальнейшем могли как-то его поправить или взять какие-то элементы из этой картинки, чтобы заново их не рисовать и не вытаскивать из этого JPEG, то есть там разбито все на слои. То есть презентация ли это или достаточно одной картинки? Какой объем сопроводительного текста? Ну, то есть если я делаю концепт, наверное, имеется в виду, сейчас, секунду, сейчас, секунду, где-то персонажа, ну вот, допустим, если стоит задача сделать какого-то персонажа и расписать, то есть у вас есть какая-то, вам дали какой-то текст с задумкой, но вам не сказали, что он может уметь, вам самим это, самому нужно это все придумать, тогда, да, нужно какое-то все-таки описание ему, то есть вот как вот здесь вот, например, художник показал, как вот этот лич может летать и тут подпись, что он там что-то может делать, какие-то спецэффекты. Вообще, в принципе, в основном достаточно маленьких подписей, но все больше визуально, то есть вы можете показать, как он примерно может бить, как он может стоять в разных позах, куда у него там поворачивается голова, и это и так понятно, да, то есть потому что задача уже была в виде текста, вы дополняете ее визуальным образом, и если что-то у вас с вашей стороны нужно дополнить, вы уже дополняете текстом, каким-то подписями, вот, например, здесь я подписал, что у него что-то там горячее, это, видать, со старой работы осталось, у меня там был у персонажа какие-то рога, которые раскалялись, и я вот подписал, потому что это могло быть неочевидно человеку. пишет текст задачи креативный менеджер, ну, по крайней мере, у нас так, собираются креативные менеджеры и пишут задачи, дальше нас фидбэчат наши лид-художники, арт-директор, и, собственно, там уже идет процесс этого всего. Вот. Еще вопросы? Я хотела бы напомнить нашим слушателям, что вы еще можете задать вопрос голосом. Вам нужно будет для этого нажать на кнопку участники и выбрать вкладку поднять руку. Если вы это сделаете, то я могу включить вам микрофон, и вы уже седали, общаетесь и поговорите. Или можем подождать, пока сейчас в чате набирают тексты, это тоже занимает время. И сейчас, пока вы все это делаете, я отправлю вам ссылку на фидбэк. Сейчас. Как я уже говорила, фидбэк для нас очень важен, потому что на основе этого мы потом делаем для вас расписание на будущие месяцы. Вот, например, по фидбэкам у нас в следующем месяце будет аж три, по-моему, лекции, и все они были сделаны только на основе анкет, которые заполняли наши слушатели. Если вам сегодняшняя лекция понравилась, и вы хотите больше узнать про какую-то часть лекции, вы можете это тоже написать. Вот ссылку отправила. И самое важное, здесь вы можете еще раз сказать спасибо Игоре за то, что он подготовил такую презентацию и мастер-класс и ответил на все ваши вопросы, которые вы сегодня задавали. Вам спасибо. Это моя первая лекция, поэтому я очень волновался и, наверное, заговорился как-то слишком долго, но было круто, мне понравилось очень. Да, Майтона рулит, так и есть. Так, ребят, если у вас есть еще вопросы, то вы сейчас можете их задать. Хоть мы чуть-чуть вышли за рамки нашего времени, мы все еще можем немножко посидеть и пообщаться. Сейчас после благодарности в чатик это очень самая приятная такая часть лекции, так что можешь посмотреть. Да, я наслаживаюсь. Кто спрашивает, где можно поучиться на концепт художника или тоже на АТ? Да, ну, я уже отвечал, но, то есть, в принципе, на Ютубе полно на самом деле сайтов, которые могут вас чему-то научить, куча художников, не буду писать, это еще что-то не то открою, куча художников, которые рассказывают о своей деятельности и о том, как это классно делать. В основном, это, конечно, англоязычные, желательно знать английский язык, но, в принципе, они понятным языком объясняют и визуально. Даже ясно, поэтому там можно много чего подчеркнуть. Касательно концепта, например, персонажей, нужно уметь хорошо анатомию знать хорошо. Для этого тоже есть куча всяких видосов на Ютубе, и вы сможете просто подчеркнуть оттуда море знаний. Ну, и школы, опять же, всякие, XYZ и прочее. Что такое Cheech? Это Headhunter сайт, где по поиску работы, реклама. Ну, в принципе, да, я иногда работаю на фрилансе, работаешь ли ты на фрилансе, спросят, но я в основном рисую на iPad, свободное от работы время, рисую на iPad. У меня есть, кстати, очень полезно для каких-то быстрых рисунков взять iPad, взять Pencil, и, собственно, рисовать здесь, когда развалился у себя где-то на диване, и рисуешь. Все-таки за целый день не устаешь от сидения за компьютером, и на диванчике очень уютно. Ну, и потом, собственно, здесь нормальная, в принципе, рисовалка в Procreate, Pencil очень классно рисует, может быть, даже лучше, чем мой планшет, у меня ваком, собственно, не видно, ну и ладно. Вот, и там хорошие картинки можно получить, и потом уже отправлять также с PNG, PSD, что хочешь. Сколько времени понадобится для того, чтобы достичь такого уровня, которым вы сейчас? Я даже не знаю, это такой процесс перманентный, ты не замечаешь этого. Я бы не сказал, что я на каком-то прям супер или какой-то уровне, но никогда нет предела совершенствования, всегда нужно совершенствоваться в чем-то. Вот я, то есть, ну, рисую я давно, но вот в компании Майтона я вот почти год, и я почувствовал, что за год конкретно каждодневной работой реально скилл вырос. То есть, если вы рисуете не просто так, а по какой-то задаче, вы начинаете думать намного лучше, искать лучше, и ваши работы получаются куда интереснее. За процессами я тоже сделал 3D-модельку домика. Это, да, круто, если так успели. Вакуум, здоровский. Вакуум, да, клевые, профессиональные, у меня, как сейчас я попробую, Вакуум, Inters Pro, да, МК у меня, вот, в принципе, он клевый, да, я бы хотел, может быть, Digital, то есть, этот, который, экран, дисплей, но этого, в принципе, хватает, я, то есть, ни разу пока не возникла у меня ситуация, когда я почувствовал, что не дотягивает, когда у меня был бамбу, такой, какой-то, который ничего не умел, и вот тогда, да, это была прям боль. Большое спасибо за начинать селекцию. Пожалуйста, скрин домика, сейчас. А, это я в гостини писала. А, все. Скрин я уже сделал. Вот, ну, видимо, на все ответил, или еще кто-то пишет. Так, поднятых рук я сейчас не вижу, и в чатике вопросов пока тоже нет. Если у вас пока что нет вопросов, то уже мы будем заканчивать. Да, вы всегда можете найти меня в ВКонтакте, я с удовольствием отвечу, я люблю поболтать, как вы заметили. Если что, ВКонтакте я выкладываю какие-то тоже свои наблюдения, там не просто то, что я рисую, а наблюдения о том, как интереснее, как что прикольнее сделать, поэтому я думаю, вы найдете какие-то для себя решения, которые я не договорил на лекции. Вот. А я пропустила, там же было какое-то это, твои контакты где-то? Да, там на презентации, собственно, в самом начале. Вот, я здесь указал. ВК и ArtStation. На ArtStation там готовые картинки, а на ВК там, в принципе, процессы. Окей, хорошо. Да, Игорь поделился с нами своей презентацией, я это в вечернем постики у нас в Телеграме выложу и все расскажу, покажу. О боже, мне тоже комплимент отправили, спасибо. Не зря пришла. Если вам нравится, как я читаю введение, я это делаю три раза в неделю в семь вечера. Так что можете подключаться и каждый раз смотреть. Окей, на этом, видимо, у нас все закончилось. Вопросов я сейчас прямо не вижу. и ручек поднятых тоже не вижу. Тогда мы будем на этом прощаться. Всем спасибо за то, что вы присоединились. Спасибо Игоре за то, что ты выступил у нас, подготовил такую классную презентацию, да еще и с мастер-классом. И пересмотреть вот это вот все вы сможете у нас на YouTube-канале в конце недели. Всем хорошего вечера. Всем пока. Пока.